Всем здравствуйте! Это программа «Под парашютом», в которой мы находимся под защитой экспертных знаний наших гостей, как под парашютом. Итак, скоро Новый год. Я знаю очень мало людей, которые к нему относятся равнодушно. Большинство из нас с радостью, с каким-то детским трепетом и нетерпением ждут этого праздника. И здесь возникает целая туча, куча проблем, задач, которые нам нужно решить и которые мы чаще всего с неимоверным детским состоянием выполняем. Купить подарки, закрыть долги, сходить в баню, подготовить, закупить все к праздничному столу. То есть выполняем своего рода ритуальные действия. Вот об этих ритуальных действиях и о том, как они влияют на нашу жизнь и как это связано с Новым годом, мы поговорим сегодня с нашим гостем Ильдаром Равильевичем Абитовым. Медицинским психологом, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры психологии личности и клинической психологии Института психологии и педагогики и образования, простите, Казанского федерального университета. Здравствуйте, Ильдар Равильевич. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие зрители. Ой, как я рад, что вы пришли. Новогодняя тема. Сейчас мы с вами все разложим по полочкам и будет интересно. Итак, все-таки я себя в первую очередь поймала на мысли, что у меня где-то в конце ноября начинается такой вот тревожный мандраж, но приятным, со знаком плюс, в ожидании того, что вот сейчас скоро-скоро-скоро-скоро. И возникают мысли по этому поводу, что я как будто бы делаю все одно и то же, но, наверное, это не очень удивительные мысли. То есть я выполняю какие-то ритуальные действия, да? Вот самое главное, что вот в этой часть, когда я говорю ритуальные действия, что я имею в виду, что такое ритуал? Давайте сразу только оговоримся с вами. Поскольку я психолог, не социальный антрополог, то, во-первых, какие-то вещи, которые в области социальной антропологии лежат, мы можем их касаться, но я здесь перестаю быть экспертом, вот, и это скорее будет область моих интересов. Я читаю по этому поводу книжки, вот, но не являюсь экспертом, да, то есть не провожу такие исследования, вот, и не обучался по этой специальности. Это первое. Договорились. И, кстати говоря, вот понятие там ритуалов, значит, магического, магического религиозного сознания, это все скорее из области социальной антропологии. Поскольку я вот так понимаю, что наш разговор, его цель, она такая развлекательно-познавательная. Ну да. Вот. Мы не будем очень строго каких-то таких научных рамок держаться, как на дискуссии в рамках конференции какой-нибудь научной. Тем не менее, будем, конечно, стараться на эти знания опираться, те, которые есть, которые мне известны. Ну, может быть, немножко коснемся исследований, которые мы с нашей группой проводили. У нас есть новогодний праздник, да. Это, повторю, чаще всего один из самых любимых праздников по социальной опросу в интернете. Все говорят о том, что это прям вот любимый праздник. И чаще всего, ну, вот этот вот четверка, новогодняя четверка, салат оливье, шампанское, мандарины и что-то еще, не помню. Ну, елка, вероятнее, да. Это вот присуще всем. Например, для меня Новый год, как это бы банально не звучало, не начинается, пока я не посмотрю с легким паром вот этот вот легендарный фильм. Он как-то вот раз включает что-то вот такое, понимаете, и как-то так, ух, и отпускается. Вот это можно назвать ритуалом или можно... или традиция. Вот, кстати, да, можно сразу вопрос. Вот в этой... вот в рамках вот этого праздника чем традиции отличаются от ритуалов? Вот то, о чем вы говорите, это скорее традиции. Традиции аккумулируются, значит, в социуме. Обычно они формируются в течение там поколений. Вот, если отследить, да, некоторое время назад отмотать, то выяснится, что мы можем найти начало этой традиции, когда впервые это произошло, обнаружить, что вот еще раньше этого не делалось, да, были какие-то другие традиции. Традиции, на мой взгляд, это то, что нас объединяет в группы, вот, и придает смысл нашему совместному проведению времени. Вот, хотя ритуалы тоже социальны, но ритуалы все-таки это такие стереотипные действия, у которых нет прагматического смысла. Вот, то есть, они никак не связаны со здравым смыслом. Ну, например, там, поплевать через левое плечо, да. Никакой, никакой, как бы, целесообразности прагматического значения у этих действий нет. Что вы сделаете, да, что вы добьетесь таким образом? Есть, скорее, когда мы совершаем ритуальные действия, представления, за ними стоящие, о том, что существуют особые какие-то сверхъестественные силы, которые мы не можем потрогать, потрогать, обнаружить, воспринять, которые влияют на нашу жизнь. И тогда ритуалы направлены на то, чтобы влиять на эти самые силы. Их привлечь на свою сторону и либо предотвратить негативное их влияние на нас, всякие неприятности, которые они могут принести, либо увеличить вероятность хорошего исхода, значит, вот их помощи, которую они нам дадут. Вот так вот примерно с ритуалами. А тогда правильно ли я понимаю, что в новогоднем вот этом ключе новогодних праздников есть и ритуалы, и традиции? Например, вот как вы считаете, когда мы в новогод... Есть такая вот... Сейчас определите, что это ритуал или традиция. Есть такая штука, когда под бой новогодних курантов нужно быстро взять листочек, написать на ней желание, успеть сжечь, положить все это хозяйство пепел в бокал шамбанским и выпить. Это вот один вариант. И второй, когда мы собираемся, например, всей семьей накануне праздника, там за два дня до Нового года и наряжаем елку. Вот для меня первый это ритуал вариант, а второй это традиция. Такая укрепляющая, прям шикарная традиция, которая, дай бог, если будет там передаваться из поколения в поколение. Правильно я понимаю? Вот с шампанским это ритуал все-таки? Вот видите, у вас самой хорошо получается различать ритуалы и традиции. Правда, в нашей системе координат, да, не там какой-то книжный, да, вот мы на ощупь сейчас пробуем все-таки, значит, какой-то водораздел найти. Я с вами согласен, в общем-то, то есть критерии какие тогда? Традиции это то, что, значит, то, что подчиняется здравому смыслу, рациональному, да, то, что, значит, дает нам какой-то положительный результат, вот, и, значит, можно их совершать в том числе для получения этого результата. Ну, например, собираться вместе, вообще хорошо собираться вместе, да, с любимыми людьми, не только, там, перед Новым годом, но Новый год нам дает повод для этого. Если у нас почему-то не получалось собираться в другое время, мы какие-то объяснения себе находили, то сейчас надо, и дело даже не в том, что нас близкие будут как-то обвинять, да, а мы сами себя, значит, будем как-то толкать. Да, какие-то дела есть, еще чем-то хочется заняться, но нужно собраться за новогодним столом. Традиция. По поводу того, что вы описали, вот, шампанское, я бы здесь разделил на две вещи. Первая часть, это написать какие-то свои желания, может, в этом есть какая-то польза, записать желания свои. Ну, да, осознать, по крайней мере. Осознать свои желания. Некоторые вишлисты готовят в соцсетях, поделиться можно этими желаниями, дать знать близких. Таким, какие у меня желания. А вот сжечь и выпить шампанский, в этом, конечно, никакого смысла нет. Это либо игра-озорство такое, либо это ритуальное действие. Многие так делают, сделаю я. А вот, к слову, про игру. Вот я вчера только буквально об этом подумала, мы с вами говорили, что в этом, на самом деле, во всех вот этих антуражных вещах, связанных с Новым годом, он же весь вот усыпан традициями какими-то, да? Это же все равно, вот, как бы, детскость, игра, которая должна, на мой взгляд, присутствовать в нашей жизни все равно. Конечно. Мы выросли, а игры остались. Тут вопрос только, может ли человек сам себе в жизни игру привносить, либо ему нужен повод и традиции. Вот, если он такой взрослый, ну, в кавычках, да, то есть, на самом деле, это не признак взрослости, неспособность или отказ от игры, вот, настолько взрослый, в кавычках, что он в жизни не играет, то тогда Новый год ему дает такую возможность и даже требования к нему предъявляет поиграть. Оттаять так немножечко, да? То есть, вот, вы сейчас очень важную вещь сказали, да, у которых, вот, допустим, у меня много знакомых, которые считают, что я уже взрослый, чуть я буду играть. Чего вы мне тут ерундой занимаетесь, да, какой-то? Или, скажем, у него появляется право, да, то есть, он становится легитимным его действием. Если он в обычной жизни говорит себе, нет, нельзя, нехорошо, а что подумают окружающие, то здесь окружающие дурачатся, играют, значит, и мне можно. И еще, знаете, я поймала вот такой, прежде чем мы пойдем дальше вот эту тему закрыть, поймала такой интересный момент, что, допустим, появилась возможность что-то не делать из тех традиционных действий, которые, допустим, в моем круге были. И мне сказали, давайте не будем этого делать. И, вы знаете, вот такое ощущение пустоты прямо навалилось. Думаю, как это? Ну, как это так? То есть, все-таки мы говорим о том, что все эти традиционные и в каком-то смысле, опять-таки, в кавычках, мы сильно в кавычках говорим, ритуальные действия, они создают определенный настрой, определенное ресурсное состояние, да, вот то самое наше любимое, когда мы это выполняем. Ну, скорее, здесь, наверное, надо говорить о привычках. Вообще, у людей очень, у всех большое значение, у всех имеют привычки. Ну, обратите внимание, если вы, там, сделали ремонт, например, и переставили выключатель, вот то... Да, 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 рука будет сходиться. Сохраняется привычка, когда, значит, рука тянется в то же место, где этот выключатель был. То есть, привычки большое место в жизни людей занимают, вот, и, конечно, они в какой-то степени готовят, ну, например, к испытыванию какого-то состояния. Наверное, очень важно, чтобы люди способны были сами свое время заполнять, так как им важно, да, потому что быть рабом привычек, это вообще тоже проблема. Что мы будем делать в Новый год? Мы будем, там, лепить пельмени, делать то-то, то-то, да, все, что делали всегда. Ну, а может быть, что-то новое мы можем сделать? Нет, значит, у нас для этого не будет времени. Странно звучит. Да. Правда? Да, странно. А может, погуляем пойдем? Может, мы сегодня погуляем пойдем? Ну, если погуляем только после Нового года, только во дворе, как всегда это делаем. Давайте куда-нибудь другое место погуляем, да, давайте до. Вот, и здесь важен баланс такой. Конечно, привычки из нашей жизни удалить никуда не получится. Они сохраняют, позволяют нам сохранять свою энергию, свои силы, потому что это как по лыжне ехать. Не знаю, я очень плохо езжу на лыжах, мои близкие это хорошо знают, вот, но опыт такой есть, вот, и когда ты встаешь на лыжню, то, конечно, у тебя есть какие-то гарантии, что ты доедешь. Вот, если я не на лыжне, то вообще гарантий никаких в моем случае. И все понимают, гораздо легче ехать по накатанной дорожке. Привычка такая накатанная дорожка. Вот, но если ты не умеешь совсем по-другому ездить, то в другую сторону ты никак не уедешь. На 90 градусов ты повернуться не сможешь, там нет лыжни. По поводу лыжни, все-таки, если человек, ну, предпочитает новогодние праздники, допустим, ну, опять-таки, это может быть связано, конечно, с другими проявлениями в жизни, да, с проявлениями себя в других аспектах жизни, и предпочитает ехать по накатанной, да, в какой части, если можно так вообще задать такой вопрос, в какой части это относится, ну, к некой магичности мышления, когда мы верим в то, что Новый год может нас, там, вот это вот все, начать новую жизнь с 1 января, там, как это, заняться фитнесом, начать худеть, там, больше внимания детям уделять у каждого свое. Насколько это действительно магически, ну, относится к магичности мышления? И второй сразу вопрос, насколько мы вообще можем быть от него свободны, с учетом того, что психика, как мы знаем, эта штука такая образная, да, у нас есть воображение, у нас есть фантазия, мы выросли на сказках, на том, что, возможно, существует в какой-то нашей там реальности и так далее. Где тут начинается сознательность, что ли, осознание того, что ты делаешь? То есть, большинство из нас, если не все, едем по накатанной, выполняя такие традиции, придерживаясь их, вот, ну, там какой-то баланс есть, да, одни больше, другие меньше, традиции могут несколько различаться в разных семьях и в разных регионах, например, но в любом случае традиции в таких вот праздниках остаются всегда. Всегда. По поводу того, насколько сюда замешано магическое мышление, я бы, наверное, сказал, что сюда больше иррациональность замешана, иррациональность, которая включает в себя магическое мышление. Ну, например, представление о том, что есть специальный день для того, чтобы начать худеть, заниматься спортом, уделять время ребенку или еще что-то такое делать. Плюс к тому, здесь, наверное, можно отследить работу механизма психологической защиты, когда человек рационализирует то, что не делает сейчас. Это я сейчас не делаю, например, потому что времени нет, день не пришел еще, не настал, а вот 1 января, вот это будет самое время для того, чтобы все это делать. Но 1 января обычно тоже находятся какие-то отговорки. Чувствую себя не очень, не выспался, и вообще, что это я? Еще же выходные. Придумал. Закончатся выходные, тогда начну. И вот тут, знаете, вот сразу, условно говоря, если мы говорим, что в этой части человек дает себе какое-то обещание, да, вот я вот с 1 января вот то-то-то начну, и не делает этого, да, то вот этот вот момент, что ты дал себе обещание и ничего не сделал, он как будто бы может тебя обрушить еще ниже того уровня, на котором ты был. Или это иллюзия? Не знаю, честно говоря. Про перфекционизм это скорее, да? Разные варианты могут быть. Если человек такой перфекционист, действительно, если он все или ничего мыслит по принципу все или ничего, то, наверное, может обрушить. Но большинство из нас очень гибкие. Дал обещание, забрал обратно. Я, мои слова, да, хочу, даю, хочу, забираю. И в этом смысле помогает обещание другим. Обещание другим, например, близким. Где-то люди, работая с психологами, такие договоры заключают. Не значит, что психолог будет таким контролером или человеком, который санкции какие-то выносит, конечно. Это значит, что человек договаривается с собой при другом. Да, с помощью другого. Свидетели есть. Больше шансов, что такой договор будет соблюдаться. И хотя бы человек будет стремиться к этому. Понятно, что не идеально, да. Идеальных людей нет. Навряд ли кто-то будет договор на 100% соблюдать. Но какой-то небольшой срыв здесь скорее приведет к тому, что человек вернется все-таки к тому поведению, о котором с собой договаривался. А вот по второму вопросу, по поводу того, что имеем ли мы вообще возможность как-то отсоединиться от магичности мышления. Я правильно понимаю, вот исходя из того, о чем мы уже сказали, если мы к магичности мышления своего, которое имеет место быть, относимся серьезно, то оно как бы на нас влияет. А если мы относимся к этому как к игре, то нет. Так или нет? Вот вы знаете, было исследование Ирины Яковлевны Стояновой. Такое. Ученая, коллега из Томска исследовала больных людей с таким пограничным психическим расстройством. То есть они люди страдающие, но при этом вполне адекватно способны оценивать то, что происходит вокруг. И себя тоже способны адекватно оценивать. Это больные неврозами, больные с психосоматическими расстройствами и аддикты. Зависимые. И в качестве контроля она использовала здоровых людей. То есть обследовала людей, не имеющих таких заболеваний и расстройств анамнези. И она обнаружила, что у больных вот эта вот такая прологическая защита, как она это назвала. То есть по сути склонность использовать всякие защитные ритуалы, верить в возможность того, что на меня там воздействует экстрасенс, какой-нибудь знахарь и помочь мне. Вот все эти верования у них обычно выражены, во-первых, сильнее, чем в выборке здоровых, а во-вторых, они очень всерьез это воспринимают. То есть они, например, сильную тревогу испытывают, когда какой-то ритуал не выполняют, нарушают. А в случае здоровых среди здоровых тоже часто какие-то ритуальные действия выполняют, но они их скорее воспринимают как традицию, наверное, как вы сказали. То есть когда у них спрашивают, а зачем вы это делаете, говорят, у меня бабушка так делала, вот говорила, что там на успех. Ну, я понимаю, конечно, что это такое, да, там положить пяточку, положить пятер, там, пятирублевую монету под пятку, значит, это ни на меня, ни на преподавателя не повлияет в случае сдачи экзамена. Ну, я бабушку вспоминаю, говорю, ты вот как-то, ну, как-то ее такой поддержкой как будто пользует. Как будто соединяет, да, в этот момент с бабушкой, которая может... Я понимаю, что это не сработает вот буквально. Просто я вспоминаю бабушку, мне как-то тепло на сердце становится, и я это время от времени делаю. Вот такое отношение, но более здоровое, конечно. Вы знаете, вот в связи с этим я вспомнила себя, вот удивительно, но вспомнила, когда я была студенткой, у меня один раз был такой случай в какой-то из сессий. Знаете, поневоле начнешь в сторону магического мышления думать. У меня была настолько хорошая сессия, удачная, что я абсолютно по всем экзаменам вытягивала именно тот билет, который я знала лучше всего. И это прям вот было не один-два, а вот где-то четыре-пять экзаменов, такая мощная сессия была длинная. И у меня, знаете, тогда я думаю, боже мой, я схожу с ума. Ну, то есть, вот это совпадение очень тяжело поверить. Вот это что было? Согласитесь, если человек, ну, условно говоря, не психолог, и все-таки я понимаю, что есть вещи, ну, скажем, более профессиональные, да, то шансов не поверить в это вообще практически не было. Вы очень важную тему затронули, про поверить случайность. Да. По-видимому, особенность вообще нашего мышления, в принципе, спина, на котором магическое мышление потом вырастает, да, и в этом смысле мы от него не свободны. То есть, все в какой-то степени склонны мыслить магически или рационально. Что это за особенность? Люди склонны искать причины того, что с ним происходит в себе самих, ошибся, или я такой везучий, сверхспособностями обладаю, или во внешнем мире. Против меня настроены, там, какие-то силы на меня воздействуют, да, еще что-то. Бурный день сегодня, поэтому голова болит. И никак человек не включает в этот анализ случайность. Случайность. Есть такой термин, я его встречал только в англоязычной, пока литературе, почему-то русскоязычные психологи его не используют. Или, может быть, я просто не добрался до этих статей и книг. Каузальное мышление. Причинное мышление. Люди склонны всегда искать причины происходящего. Вот. И есть даже исследование, где показано, что те, у кого более высокие показатели по вере в паранормальное обнаруживаются, они, у них более выражено причинное мышление. Они больше склонны например, считать, что загорание там огоньков происходит под влиянием их действий. Хотя на самом деле эти огоньки загораются вне зависимости от их поведения. Или вот как в моем ситуации вот с моими экзаменами. Хотя от вас это никак не зависело. Да, от меня абсолютно никак это не зависело. Но вот так совпало. Сложно поверить, что так бывает. Да. Что подряд несколько раз или там что такое плохое может со мной случиться. Тоже несколько раз, да? Да хотя бы один раз, но большое. Например, заболеть серьезно. Неужели я могу заболеть? Я хороший человек. Вот это прямо очень больная тема именно вот в этом месте. Да. И здесь плохие подсказки дает такое, скажем, обыденная психология такая, да, житейская. Есть, например, такие стежки, которые очень любили раньше вешать в маршрутках про эффект бумеранга. Слышали? Нет. Про эффект бумеранга слышала, а про стежки нет. Ну, там стежки, значит, что нужно делать. Если ты, значит, это будешь делать, там, улыбаться, то тебе тоже улыбнуться обязательно в ответ. Это чудесно и часто так бывает, но не всегда. Вот. И это построено на эффекте веры в справедливый мир. То есть, заранее определенного справедливого мира не существует, где, делая хорошие поступки, вы, например, не заболеете или с вами не обойдутся плохо. Да. Когда это происходит, когда вдруг заболеваете, если вы верите в этот справедливый мир, то тогда, конечно, вам тяжелее всего это переживать, и вы начинаете искать причины, в том числе, какие-то магические. Про самовнушение. Вот, в принципе, это хорошая штука, она же может работать хорошо, или опять-таки это к магическому шлению относится? Ну, вот вы хотите использовать эти категории «хорошо-плохо», а в науке их не используют. Хорошо, мне нравится то, что это есть, или не нравится. Если мне это не нравится, то это плохо. Здесь можно сказать так, что действительно эффект самовнушения существует, и на нем во многом построена суеверность, вера в различные приметы, и это доказано. Эксперименты проводили, где этот эффект как раз работал. Плохо это или хорошо, не знаю. То есть, в одних случаях хорошо, потому что это помогает, например, изменять свое психическое состояние. Мы можем себе внушать, используя аутогенную тренировку, или еще какие-то техники самовнушения, внушать то, что нам нужно. Ну, например, успокаивать себя в сложных ситуациях. Вот, или когда нам нужно настроиться на что-то такое серьезное, быть спокойными или, наоборот, активными. С другой стороны, самовнушение это плохо, потому что мы склонны себя обманывать. И самовнушение нам помогает это делать. Когда вы задавали вопрос, мне вспомнились исследования Берреса Фредерика Скиннера. Это давно достаточно было, это там 60-е, наверное, 70-е годы. 20-го века есть в свободном доступе в интернете кадры, где, значит, он показывает, как он экспериментирует с голубями. Он был бихевиористом, это психолог, который исследует поведение, и, значит, он, экспериментируя с голубями, обнаружил, что, значит, если в определенном режиме подавать подкрепление, то есть, еду, например, пищу, то выясняется, что голубь как бы воспринимает это как последствия своих действий. И начинает совершать странные действия, которые смысла никакого не имеют, потому что пища ему все равно подается через каждые 10 секунд. Но он эти действия совершает, по-видимому, мы не можем в голову голубю залезть в сознание, сознания нет. Мы не можем как бы определить, что там с ним происходит, но, по-видимому, ассоциации у него возникают, связываются подачи еды с его действиями. И тогда он совершает действия какие-нибудь там, головой качает из стороны в сторону, ожидая... Повторяющиеся. Да, что 10 минут получается? Он начинает какие-то или 10 секунд? 10 секунд, вот в промежутке он начинает качать головой и через 10 секунд получает корм. Не потому, что он покачал хорошо, а потому, что каждые 10 секунд мы ему туда его подсыпаем. А, условно говоря, голубь думает, что это вот он покачал головой, поэтому... Как вариант. Поэтому его появился... По его поведению вероятнее всего так, потому что он не прекращает качать головой. То есть достаточно сложно его потом разубедить это делать. Почему? Ну, Скиннер говорит, потому что это очень похоже на формирование суеверности у людей. То есть когда мы видим подтверждение своих представлений жизни, то мы за них цепляемся. Мы говорим, ага, я не зря там кричал халяву ловись, да, поймалась, сегодня пятерка, там, или нормальная оценка. Хорошо головой покачал. Да, хорошо головой покачал. А в следующий раз, когда это не срабатывает, мы это игнорируем. Мы говорим, ну, не получилось. Еще через какое-то время, как будто бы срабатывает, мы говорим, ага, точно все, как я задумывал. То есть мы фиксируемся на положительных, подкрепляющих каких-то, да, ситуациях и совершенно игнорируем те случаи, когда это не получилось, да? Да. И вот таким образом свое магическое мышление, собственно говоря, и формируем, прям вот серьезно формируем. Мы его подкармливаем. Подкармливаем, да, хорошее слово. Я думаю, что оно с детства есть. В принципе, да, оно вот иррациональное, иррациональное. У нас как-то сочетается. Мы не можем быть только иррациональными. Дети, например, до определенного возраста верят в то, что смерть обратима. Вот. И это, ну, наверное, помогает им все-таки переживать то, что близкий человек умирает, вот его больше нет. Не так сильно страдать из-за этого. Там описаны слова детей, там, когда они говорят, что там дедушка, вот ему станет там холодно, и он вернется к нам. Вот. Это не значит, что его надо разубедить срочно. И, значит, как-то сделать рационально. Но так работает мышление у детей. Конечно, оно магическое во многом. Но надо защита. Защита, да. Защита. То есть мы, будучи взрослыми людьми и используя магическое мышление, тоже таким образом защищаемся от какой-то рациональности, от какой-то правды жизни, праздника жесткой, к которой мы на данный момент еще не очень готовы. Часто так. Или думаем, что не готовы. Бывает и так. Или думаем, что не готовы, да. Ага, хорошо. Смотрите, как интересно, да. То есть Новый год, кроме того, что это такой вот чудесный, там, новогодний детский праздник, это еще своего рода такой переход, да, ведь? То есть можно еще и так воспринимать его, как человек становится на год старше, соответственно, на год ближе к чему-то, чего мы там все боимся, большинство людей боится об этом думать, говорить и так далее, да. И вот в этом еще может быть такое, возможно, это вот я сейчас просто предполагаю, может быть, поэтому именно этот праздник насыщен таким количеством различных магических действий, вот, близко к ритуальным, близко к каким-то самонушающим и так далее, да? Давайте скажем, что переход придуман на людьми же. То есть этого перехода в объективной реальности не существует. Ну да. Какая разница, когда это будет переход? Может быть, он сегодня? Прямо сегодня мы с вами переходим. Прямо страшно. Вот так вот. Вот прям страшно. Вот так. Но люди договорились, что лучше переходить 1 января, да, от 31 декабря к 1 января. И, конечно, у всех у нас есть фантазия, желание как-то насытить, да, там, событиями какими-то, представлениями такую переходную дату. Вот. И дальше, значит, происходит такое насыщение. То есть мы начинаем рассказывать истории друг другу о том, что в этом переходе бывает. Что это вообще не какая-нибудь дата, но особенная. Вот, по сути, внушая друг другу это. А я, знаете, когда говорила про переход, я имела в виду переход из жизни вне жизни. То есть, вот, если у нас конец года, он как-то ассоциируется с каким-то подведением итогов, да, если мы говорим о подведении итогов за год, за жизнь и так далее. А вот тут вот начинается следующий год. И вот, может быть, поэтому я имела в виду, что это дело обставлено таким количеством магических элементов, потому что, ну, это в каком-то смысле защита от такого страха смерти, который, в общем-то, экзистенциальный, который присутствует, и его, ну, невозможно отрицать, он все равно есть. Ну, конечно, есть, хотя здесь я уже, наверное, вас вернул бы к более такой оптимистичной теме. Я думаю, что, может быть, здесь не столько сильно влияет какой-то страх смерти, да, ну, такой метафорический в этом смысле. Мы же понимаем, что это просто год заканчивается. Скорее, здесь, наверное, влияет желание людей вообще, ну, во-первых, страсть к порядку у всех людей, она есть. Все мы любим, чтобы там вещи лежали на своих местах, наши любимые. Не вообще, а вот это конкретная вещь. Спасение от неопределенности какой-то. Да, спасение от неопределенности, и в том числе важно не просто спастись от неопределенности, а еще и похвалить себя, и как-то обнаружить, что же я сделал, да, что я вообще на месте не остался, на том же, где был год назад. И тогда мы начинаем подводить итоги. Кстати, вот об этом. Мне недавно подруга рассказывала буквально, ну, конец года, видимо, да, у человека какие-то процессы происходят. Она говорит, я совершенно случайно вспомнила, что в конце прошлого года завела какую-то шкатулочку, что-то туда написала. И она говорит, я побежала к этой шкатулочке открывать, и до чего, говорит, я была поражена, когда увидела, сколько я сделала за этот год. Ну, человек, правда, хорошо работает с собой, движется вот так, вот прямо в этом сознательном процессе. Я говорю, и что? Она говорит, я себя похвалила. Вот, понимаете, как раз то, ровно то, о чем вы сказали. Она говорит, я себя похвалила, какая я молодец. То есть может быть вот эта вот традиция, написать в конце года листочек, что там ты сделал и что ты хочешь сделать, это прям очень даже хорошо. Вот есть такой феномен сам избывающихся пророчеств, которые опять-таки имеют к Новому году прямо-таки прямое отношение. А поскольку эта вещь такая необычная, я вам предлагаю ее сразу продемонстрировать на деле. Я приготовила вот такую вот штучку, она прямо новогодняя. И вы сейчас оттуда вытаскиваете листочек наобум, и прям можно его зачитывать. И мы с вами сразу зрителям покажем, как это работает. И я тоже свое достану. Только сразу, что-то не уверен, что оно будет самосбывающимся, это пророчество. Ага. Дотянулись? Ну, каким-нибудь будет. Давайте посмотрим. И я тоже доберусь. А я свою интерпретацию скажу. Ну, шо. Интересно. Давайте с вас начнем. Давайте. У меня такое. Вы завершите начатое и останетесь довольны результатом и собой. Знаете, как это работает? Да, да. Вот как раз нужно понять. Это работает по принципу эффекта Барнума. Был такой шоумен, как сейчас принято говорить, Финнис Барнум. Вот. И, в общем-то, он когда-то навострился хорошо обманывать публику, но при этом так, что публике было интересно. Он брал за это все-таки немалые деньги. Вот. Предлагал им чудеса. Но чудеса были, конечно, мнимые, ненастоящие. Вот. И вот один из ученых провел исследование, где, значит, своим студентам раздал, то есть сначала он, значит, раздал им опросники, попросил ответить на вопросы. Вот. Дальше он собрал ответы. На личные какие-то вопросы. Личные вопросы о себе, да. Собрал эти ответы, а потом сказал, что на следующем занятии он раздаст интерпретацию. Каждому даст танец интерпретации, он посчитает все, обработает и опишет личность студентов. Вроде бы он так и сделал. То есть на следующем занятии, действительно, он каждому раздал по листку с описанием его личности. Дальше он попросил студентов оценить степень достоверности этой интерпретации. От единицы до пятерки. Пятерку поставить, если это идеально совпадает с тем, какой я человек. Четверку, если близко к тому. Ну и единицы, это полная ерунда, вообще это совершенно не про меня. Так вот, значит, там больше 80% то есть средний балл там был 4-4,5. Очень высокий. 4,5, да. Четверки, пятерки поставили более 80% студентов. Это очень много. Студентов УУЗа, да. Это был УУЗ. А дальше он раскрыл карты, то есть он предложил посмотреть друг другу в описание и выяснилось, что описание одни и те же. У всех? У всех одни и те же описания, это личности. Как это работало, почему они так поверили, почему так, такими достоверными посчитали описание. Да потому, что они были собраны из предсказаний гороскопов, такие усредненные были сделаны, и в целом они не имели никакого смысла, то есть ничего конкретного у них сказано не было, но зато у них много было комплиментов, и итог был в целом хороший для получателя. то есть вы обычно, ну, вы иногда злитесь, но способны в целом хорошо контролировать себя. Вы добрый человек, вот, но иногда вы можете поконфликтовать, значит, если... Но в целом вы добрый. Но в целом вы добрый. Это про всех нас? Какая прелесть. Какая прелесть. Я много чего начинал за год. Завершите начатое. Ну, конечно, я хочу завершить начатое. Останетесь довольны результатом и собой. Но, зная себя, навряд ли так будет. Я редко доволен собой. Человек такой. И это не очень хорошо. Вот. Но мне, конечно, это льстит. Я хотел бы, чтобы было так. Вот. И вот здесь начинается самое интересное. Я хотел бы, чтобы было так. Да. О чем речь? В следующем... Это мой вариант. В следующем году вы узнаете про себя нечто новое и важное. И как начинает работать мой мозг? В следующем году я начинаю делать сама, неосознанно, потихонечку, да, забыв сто раз вот об этой... Ну, как будто бы забыв об этой записулечке, да, делать что-то такое новое и важное. И потихонечку к концу года я разворачиваюсь назад. О! Так мне вот тут вот все правильно рассказали. Или второй вариант. Я пришла условно к гадалке, которая говорит мне красавица, в следующий год ты найдешь свою судьбу. Ну, это я сейчас фантазирую. Встретишь молодого, красивого, как там они говорят, да, молодого, красивого, богатого и будет тебе счастье. Что я делаю? Я опять-таки бессознательно начинаю лучше выглядеть, смотреть, тщательнее смотреть за собой, смотреть по сторонам, да? Проявлять активность поиски того самого золотого, богатого и красивого. И вполне вероятно, что мои поиски, поскольку я туда нацелена, я туда иду, увенчаются успехом. И этот человек появится в моей жизни. И какой я тогда сделаю вывод? Потому что гадалка была правополитная. Гадалка была классная. Давайте-ка в ней все пойдем к этой гадалочке. Я вам рекомендую. Да, я ее рекомендую. Вот так работает самое сбывающееся пророчество. Когда я об этом прочитала, я у меня была просто, я не могу сказать истерик, но я очень долго смеялась. Потому что это, ну, правда, это такой работающий механизм, прям чудесный. Его совершенно спокойно можно, ну, как бы, в хороших целях использовать, да? Вот, когда ты, допустим, являешься человеком авторитетным для кого-то, ты можешь вот такие вот забросы, или как это называется, вирусные, но в хорошем смысле слова, мысли человеку давать. Комплименты можешь ему делать. Комплименты давать, да. И так работают комплименты. Совершенно верно. Их невозможно отопленить. Я даже готов подвести какую-то основу такую научную под то, о чем мы говорили. Был такой человек, попом жив даже еще, Альберт Бандура, он был президентом Американской психологической ассоциации. То есть это такая, такой отпост, да, мощь. Он многое сделал действительно для психологии. И одна из его идей, это была идея про самоэффективность. Такая концепция. Вот. Он утверждал и, проводя исследование, проверял эту идею о том, что люди, имеющие высокую самоэффективность, то есть верящие в своей возможности в какой-то области бывают более успешны и лучше справляются с задачами в этой области. А как прокачать самоэффективность, да, как на нее повлиять? Ну, например, дать положительный опыт выполнения каких-то задач. Если вы помогаете человеку и показываете, что он может, хотя ему и сложно, да, выполнить задачу, или, например, он справляется со своим состоянием, он может вести себя спокойнее в трудной ситуации, то растет его самоэффективность. И через это, через это он чувствует себя лучше, вот, и способен становиться, что называется, опираться на себя. Через какое-то время вы больше ему не нужны уже. Это, по сути, самопроцесс, да, самоэффективность это уверенность в том, что я могу. Но для этого нужно не подкреплять, не давать конфетки, когда получилось, а нужно создать такую ситуацию, где он хоть что-то сможет в этой области. А, я поняла. Когда ему дают такие условия, которые, ну, невозможно не, скажем, ну, настолько простая простая задача, да, первого уровня, что человек, ну, не может ее не выполнить. Там, я не знаю, включи воду. Ага, воду включил. Хорошо, отрегулируй воду так, чтобы температура была такая-то. отрегулировал-то, да. Теперь попробую помыть чашку. Ну, вот это вот что-то неэксклюзивная среда какая-то сейчас в голову. Но, в принципе, об этом идет речь. И так человек постепенно становится уверенным в том, что у него формируется какой-то опыт, который положительно влияет на его дальнейшую эффективность. Прекрасная же штука такая. И дальше он понимает, что он способен. Вот. Если мы перекладываем на ситуацию вот с этой девушкой, которая ищет какого-то там избранника своего, да, то она достаточно быстро начнет получать обратную связь, если она там поменяет имидж, поменяет одежду, да, будет по-другому общаться с людьми, да, немножко так открыть и будет идти туда, куда надо. То вот эта вот эффективность, самая эффективность, она не замедлит о себе сказать. Шансы на это повышаются. Шансы повышаются. Если не случится, то, по крайней мере, она может сказать, что что-то там вот звезды не так встали, да, и поэтому не реализовалось. Помните, как с суеверным мышлением, да, как у Скиннера. Забываем то, что не случилось, в конце концов можно действительно проигнорировать это пророчество. А если случилось, то она говорит, ну да. Да, то все, пожалуйста, вот по этому адресу. Да. Давайте теперь еще поговорим о том, на ваш взгляд, почему, ну, это вот прям вот вообще личный, наверное, к вам вопрос, ваше мнение, почему у нас вот настолько мощное засилье именно восточной вот такой вот атрибуции, то есть год, там, я не знаю, по такому-то, год такого-то животного. Восточный календарь. Да. И все, и что-то, ну, прям вот, по крайней мере, то, что я знаю, многие очень страны, там, цивилизации, культуры следуют этому. Почему именно Восток? Я думаю, что здесь нет никакой как бы целенаправленности, особенно, вот, значит, представители восточной культуры, ничего они не насаждают, ничего не требуют от нас, чтобы мы себя так вели. Скорее, это мода, которая началась, чтобы быть, в 80-е, а может быть, и раньше, в начале 90-х. Сначала она началась в странах Запада, где вообще культура была исключительно рациональная. То есть, вся философия, вся, вот, значит, такая гуманитарная область исследований, там очень долго строилась на идее рациональности. Вот. А потом вдруг выяснилось, что есть вещи, которые невозможно постичь вот так вот рационально. Вот. И началось повальное увлечение всем восточным, холистическим таким, да, о целостности, значит, которая рациональность не ставит во главу угла. И, скорее всего, вот в этом течении, как раз с этим течением принесло интерес к, значит, вот, восточным всяким календарям, вот, идеям про инь-янь, да, сочетание этих там противоположностей и прочее. Вот. Сначала это произошло в США, наверное, и в западных странах, в западноевропейских, а потом это все в 90-е пришло в Россию, вот, как и многие модные тренды из США. Вот. И в России это тоже расцвело бойным светом, потому что оказалось, что тут тоже кое-что есть. Плюс к тому, там вот эффект барном очень хорошо работает. Да, 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 на вспаханную почву пришлось вот это вот, потому что для моды это слишком долго держится, если бы это была просто мода, то с 90-х до 30 лет уже. Я думаю, сейчас это сильно на спад пошло. Думаете? Какое-то время назад, по крайней мере. Я помню, как я в детстве с родителями, чем мы увлекались этими, значит, восточными календарями, китайский календарь, к какому году ты относишься. Мы очень там радовались, мы, например, с папой родились оба в год собаки, вот, и нам казалось... Нам казалось, что это прямо, значит, очень про нас. И мы искали похожести в себе, чем мы похожи, и мама очень к этому внимательно была. Ну, наверное, мы похожи, отец и сын. Качествами отдельными, привычками, но этому уделялось такое большое внимание, потому что, значит, у нас появилась какая-то концептуальная основа под этим. И объединяющие еще к тому же вас. Да, еще и объединяющие. И там много было страсти, значит, интереса по поводу, того, чтобы найти там про прошлые жизни, там программы выдавали, информацию, там были такие, на ИВМ, я помню, кто-то из родителей приносил, мы там внимательно вчитывались в это все. Тогда это была прямо мода. Вот потом, ну, в целом, интерес к астрологии у части людей остался, вот, но мне кажется, он уже не тот, не такой горячий, но он такой спокойный, достаточно просто. Часть людей воспринимает это как научное или околонаучное знание, хотя это не так, конечно. И как дополнительное знание о себе. Я недавно смотрела презентацию человека, который, ну, я надеюсь, придет к нам, про то, что должно быть в ролике про всем, по публичным выступлениям. И вот там самое первое было, человек хочет всегда слушать о себе. И когда мы занимаемся, вот, а вот тут возможность, вот с этой стороны на себя посмотреть, вот тут, да, через восточную философию, через астрологическую какую-то философию, это все про то, что желание человека познать себя, оно, наверное, неутолимо. Ну, конечно. Ну, интерес, по крайней мере, часто, может быть, не всегда познать себя, очень часто погладить себя. Погладить себя, получить поглаживание. Это точно. Потому что познать себя часто значит увидеть негативные стороны. Да. Со своей тени познакомиться, да. Ошибки признать. Вот. Но это далеко не всегда приятно, это надо прям подготовить себя. Какое-то отторжение возникает, говорит, нет, это не про меня. Особенно, когда в группе происходит, кто-то критику высказывает, говорит, он ошибается, я другой человек, на самом деле. А вот то, что касается хорошего, да, конечно, все, что приятное про меня, очень хочется слышать и найти этому подтверждение. Вот в гороскопе так написано, что я очень добрый, преданный, как собака, преданный прям. И даже, кстати, один из законов коммуникации говорит о том, хочешь сделать, ну, хочешь чего-то добиться, сначала похвали, потом говори все, что считаешь. Ну, вот с детьми, по крайней мере, воспитание так работает. Сначала похвали, потом критикуй. Принцип сэндвичек называют еще. Да, да, да. Похвала, критика, похвала. Вот, похвала еще. Вот, запоминаем, похвала, критика, похвала, лайфхак от Ильдара Илья Равильевича. Последняя часть Морлезонского балета. Мы сейчас попробуем с вами развести для наших зрителей, чем отличаются обычные гадания, там, я не знаю, на... неважно на чем. Вот, работа с метафорическими картами. Вот у нас есть колода, замечательная. Колода авторская, красивая, она называется Послание души. В принципе, подходит под нашу сегодняшнюю тему, под новогоднюю. И здесь есть две, два варианта. Сразу скажу, что мы выбираем вслепую, да, с вами этот вариант. Поэтому берем и потом уже рассказываем, как это работает и в чем отличие. Выбирайте. Так, и отсюда. Ай, держу. И ехал. Ага. И я тоже. Вот так вот. Села. Ну, давайте, дайте немножко теории, что такое гадание. Немножко теории. Ну, гадание, это способ узнать свое будущее. Вот, иррациональный абсолютно, потому что будущее отчасти определено прошлым. но это не всегда хочется. То есть, если я переедаю или злоупотребляю спиртным, мне не хочется рассматривать будущее. я буду алкоголиком с большим весом. Или больным человеком. Да. Не хочется. Да вот. Отчасти случайностями, потому что я не знаю, что случится в следующем году или через какое-то время, позже. а гадание, они дают возможность приоткрыть завесу будущего, но в таком очень амморфном таком варианте, что вообще говоря, это опять же интерпретация. Но если в гаданиях все-таки интерпретация универсальная, я так понимаю, и завязана на гадателя, или где-то в книжке описано гадание, то в плане метафорических карт, что в них может быть симпатичным, или по крайней мере как-то доверие хотя бы какое-то и внушает у них, в метафорических картах многое зависит от самого субъекта гадания, от того, кому гадают. То есть здесь очень важно, как человек сам воспринимает эту карту, то, что ему выпало. Но насколько мы от этого не свободны, я вам продемонстрирую даже на том, как я выбирал эти карты. Ну, плюс к тому, у меня, правда, есть еще в детстве история, что мы много играли в карты в большой нашей семье, даже не с родителями, а с родственниками. И вот это сдвинуть и взять карту до сих пор мне остается, что надо карту откуда-то из глубины взять. Не просто сверху, я не сильно верю в эти вещи, но я бы, наверное, должен был бы взять сверху просто эту карту, это ничего не значит. Но я все равно беру откуда-то из глубины. Но я все-таки хочу донести до наших зрителей, что это все способ немножко лучше понять себя, а не узнать свое будущее. Вы не узнаете из этого свое будущее. Это невозможно. К сожалению, но так. А вот себя немножко лучше понять, какие-то свои желания или опасения можно. Через проекцию. Это называется механизм проекции. Мы на карту проецировать будем свои собственные переживания, представления и их описывать. когда получается мы работаем с метафорическими картами, то мы задаем вопрос конкретный себе уже не в будущее, что там со мной будет когда-то, а что мне сделать для того, чтобы решить ту или иную проблему. И этим самым, как вы правильно сказали, обращаемся к себе. И тут в принципе вопрос может быть найден в себе. И это самое главное в работе с метафорическими картами. Хорошо. Возвращаясь к Новому году и заканчивая нашу программу, есть у вас что-то, что можно пожелать нашим зрителям вот перед Новым годом? Как это? Пожелание от психолога. Я, наверное, хочу пожелать, исходя из нашего разговора, чтобы люди находили время делать те вещи, которые любят делать на Новый год посреди года. Посреди года, чтобы они собирались вместе с любимыми людьми. даже если это 12 декабря, 15 октября, неважно, какой еще день. Чтобы все находили время на то, чтобы поиграть. Поиграть в широком смысле, так как вам нравится. Игра тоже не предполагает прагматического смысла, но при этом она доставляет удовольствие. Чтобы у всех у вас такие минуты и часы были. что еще пожелать. Чтобы, наверное, вы не ставили уж такие большие ставки, делали на какие-то определенные дни, 1 января, еще какие-то день рождения, ставки на изменения, на то, что вы будете меняться тогда. Чтобы вы помнили о том, что меняться можно в любой день. Но часто бывает важна поддержка окружающих людей. им собственное желание. Спасибо большое. Я могу добавить, что прям в Алаверды, как говорится, вашим словам, чтобы Новый год не превращался в некую таможню, которую ты либо проходишь, либо не проходишь по каким-то признакам. Чтобы вот эта радость и гривость некая присутствовала в разные моменты нашей жизни. И поменьше магического мышления, больше осознанности еще. Хорошо. Мы поговорили сегодня о разных вещах, которые проявляются как магическое мышление, и про традиции, и про самозбивающееся пророчество, и про самовнушение, и про разные эффекты интересные, рассказал нам Ильдар Равильевич. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был доцент кафедры психологии личности и клинической психологии, Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук Ильдар Равильевич Абитов. Спасибо вам огромное. Я буду рада, если мы с вами еще раз увидимся под вот этим замечательным парашютом. Мне было очень интересно. Благодарю вас. Всем хорошего настроения. С наступающим Новым годом. Спасибо с наступающим всех. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»